Приветствую вас! То, что вы описываете очень похоже на защитную реакцию, которая призвана защитить вас от чего-то, от чего-то, что произошло с вами, видимо, какое-то время назад. То есть, вы здесь пишите, что недавно заметили, то есть, так было навсегда, но здесь вполне вероятно, что когда-то и где-то вы позволили вот так вот кому-то поступить с собой подобным образом. И теперь вам каждый раз, когда вы это делаете, вас каждый раз вдыхает другая реакция. Вполне возможно, что вы пытаетесь таким образом себя защитить. Вполне возможно, что вы пытаетесь таким образом компенсировать то, что не сделали тогда. И, если это так, то вам желательно для начала прианализировать, с какого момента это все-таки началось. То есть, что послужило сигналом, толчком к этому. Что послужило основой для подобного поведения. И когда и если это будет для вас понятно, когда и если вы это для себя увидите, уже можно будет с этим вполне работать. То есть, вам, по сути дела, нужно что? Нужно отознать, что происходит. Пока понимания этого, на мой взгляд, у вас нет. И чтобы оно было, вам желательно проанализировать то, что происходило в вашей жизни. Ну а дальше, то, что вы пишете по поводу того, что начали чаще уходить в себя и смотреть на мир грустным взглядом, это, по моему мнению, не что иное, как эффект от того, что вы, ну вот как раз делаете или чувствуете. То есть, что это значит? Значит, что вы, по сути, теряете веру в себя. То есть, если вы делаете что-то себе во вред, то, соответственно, вы понимаете, что не можете, например, за себя постоять. Не можете, например, сделать так, чтобы все было по-вашему. И, допустим, ну, скажем, вы прогибаетесь, вы подчиняетесь кому-то. И из-за этого вы потом себя, наверное, ну, скорее всего, вы себя отскорите, скорее всего, вы сами себе не нравитесь и так далее. Для того, чтобы повысить все-таки веру в себя, для того, чтобы это все-таки произошло вновь, давайте еще раз вспомним, с чего все началось. И давайте подумаем, для чего вы уступаете? Это вот тоже, на мой взгляд, очень важный момент. Для чего вам, вообще говоря, уступать? Ну, мужчинам или просто людям, которые на вас, как вы говорите, наседают, напирают и прочее. Для чего вам это делать? Попробуйте подумать. И тогда, когда вы подумаете, чего вы хотите, тогда, когда вы подумаете, ради чего вы это делаете, для чего вы это делаете, вам станет куда легче понять причину подобного вашего самочувствия. Далее хочется сказать следующее. Вы говорите, что у вас депрессия, и я здесь категорически не соглашусь. Объясню почему. Дело в том, что депрессия является заболеванием, психическим заболеванием, которое диагностируется врачом-психотерапевтом. Немного и немало. И вы сейчас встаете, по сути дела, на очень опасную дорожку, постановку, постановки, точнее, самой себе диагнозом. Вот этого делать, пожалуй, не нужно. Не думаю, что у вас есть депрессия. Думаю, что, может быть, у вас есть депрессивное состояние, но, по моему мнению, это депрессивное состояние, оно вызвано именно как раз-таки только вот тем, что с вами происходит, тем, что с вами произошло. То есть я имею в виду, это вызвано именно тем, что происходит с вами на данный момент. И все. Не более, не менее. Поэтому давайте не будем сейчас ненавидно диагностировать у вас депрессивное состояние. Это не самый лучший вариант. Вместо этого давайте попробуем подумать, с чего у вас все это началось, и проработать эту возможную причину. Тогда вы можете, точнее, когда вы получаете реальный шанс помочь самой себе. На этом, пожалуй, можно закончить. От вас требуется еще раз. Определить момент, с которого это все началось. Определить ваш мотив, для чего вы хотите или сомневаетесь, или рассматриваете возможность согласиться с человеком. И, наконец, момент, от чего вы плачете, от чего вы боитесь, от чего вы опасаетесь, откуда взялась тревожность. Мое предположение относительно тревожности вашей, а у вас именно она, заключается в том, что вы, свои взгляды личные, никогда особо не обстахивали. И сейчас от вас это требуется куда более часто, и это куда более важно, чем раньше. Но вы не привыкли. Соответственно, нужно научиться отстаивать свой взгляд. Для этого необходима уверенность в себе. А вот почему у вас нет уверенности в себе, в чем именно вы в себе не уверены, нужно разбираться. Анализировать, диагностировать, выявлять и выстраивать модель поведения, выстраивать цели, достигая которых вы будете становиться более уверенным в себе человеком. Это можно делать с помощью прикола, которого вы можете выбрать на нашем ресурсе, хотя бы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!